итак сейчас мы будем выполнять плечевой шов я при прикладываю детали своей футболки изнанкой друг другу и смотрите вот здесь у меня это у меня полочка я только что довязала все вот эти вот разворотные ряды закончила полочку да и у меня здесь еще осталось не оторвана нить вот этой нитью рабочий я и буду сейчас сшивать боковой шов то есть я сейчас пройду все петли остановлюсь у маркеров и здесь закончу снова нитку не обрывайте дальше с этой стороны когда я заканчивала спинку у меня точно также здесь оставлена ниточка по длине и для того чтобы выполнить плечевой шов то есть мы с вами вот этим хвостиком выполним этот плечевой шов а с этой стороны рабочей ниткой и уже потом перейдем к оформлению горловины точно также не обрывая рабочую нить смотрите петли спинки у меня были на леске из двух сторон стояли заглушки что я сделал я рабочую спицу с там где я вязала полочку с этой лески сняла а заглушку со спинки пересняла на этот край то есть с этой стороны у меня ничего никуда не слетит вот и спицу переставила на спинку все смотрели как удобно работать когда у тебя есть вариации с лесками и заглушками все махом перекрутил и переставил на те места которые сейчас необходимы для работы и вот сейчас мы начнем делать выполнять плечевой шов для работы нам еще понадобится крючок я беру 2 миллиметра в общем смотрите каким крючком к комфортно будет вам выполнять этот шов и и так нитку я оставляю вот тут посерединочке да кстати первую мне надо петлю снять красиво вот так и нитку увожу по серединку дальше эту точно так же я снимаю петлю с торца до чтобы все было ровненько и красиво и теперь захватываю рабочую нить провязываю вот эти вот две петельки скидываю с со спицы провязанную петлю с этой спицы у меня сама петелька соскочила вот видите что получилось дальше снова я захожу так так дальше смотрите снова я захожу с этой стороны и с этой стороны захватываю нить и провязываю скидываю петли со спицы смотрите вот эту вот петлю которая у нас будет формировать шов старайтесь сделать посвободнее чтобы у вас она была размером не меньше чем ширина петли вот здесь чтобы ваш шов не получился стянутым и так зашли провязали провязанные петли скинули снова с одной стороны зашли так ниточка посередине с другой провязали скинули я надеюсь вам понятно давайте еще повторю например поближе так что у нас получается вот видите вот такая вот косичка будет по плечевому шоу проходить так поближе пообещала до свет все хорошо заходим так эти скидываем петли провязанные и так с этой стороны зашли так чтобы петля была развернута с этой стороны у нас точно также я захожу таким образом чтобы петля оказалась развернутой ниточка у нас посередине между спицами и вот с этой нитки мы провязываем петлю те петли которые провязала скидываю вот что у нас получается девочки знаете еще хочу вам что сказать вот когда вот эту петлю провязываете посмотрите как она здесь располагается то есть когда она вот такая развернутая красивая значит вы делаете все правильно тут зависит от того как вы захватываете нить то есть я сначала там пробовала и одним способом и другим вот я захватываю петельки и поняла я что мне вот так вот снизу будет удобнее захватывать рабочую нить но когда я вот эту петлю вытягиваю смотрите она у меня перекрученная получается и поэтому я просто так крючок разворачиваю то есть провязала и вот эту петлю развернула потом и они у меня все стоят красиво и ровненько вот то есть следите за тем чтобы ваши петельки тоже были открытые не перевернутые не перекручены так вот ведь она мне перекрутилась вот прям видно разворачиваю и все все петельки у меня ровно ложатся так смотрите у меня осталось до маркеров по одной петельке я их сейчас провяжем к эту петлю переверну все маркеры у меня получаются с не снимаются здесь и остаются петли горловины петлю я также вешаю на ну то есть получается на ведь у нас между спинкой и полочкой будет пусть добавится еще одна петелька ничего страшного я надеюсь что всем понятно что здесь количество петель у нас одинаковая значит все вот эти вот петельки у вас и на одной на другой спицы до маркеров должны быть тоже одинаковый то есть к маркером вы должны прийти одновременно все показываю какой шовчик у меня получился посмотрите он еще здесь расправиться немножко будет вообще красота он мягкий он держит плечо он стабильный то есть здесь не получилось никакого утолщения для летних вещей ну или каких-то других это однозначно хорошо